Постоянно. Поэтому было принято определенное решение. Почему у нас сейчас есть преимущества? Как это будет выглядеть? Я когда проводил тренинги и проводил презентацию, недавно именно по цифрам, я вам показывал, что все мои цифры, которые вы... Виктория, вы смотрели, кстати, тренинг по цифрам, который я проводил вот недавно? Я смотрела там, где вы показывали предполагаемые доходы. Я сейчас с вам скину... Друзья, сейчас скину мой тренинг. Мне он больше всего нравится. Почему? Потому что на этом тренинге я полностью постарался раскрыть все цифры, которые можно заработать. Все цифры, которые можно получить. И вот мое личное видение витка. Так, по цифрам. Посмотрите, пожалуйста, друзья, его. Я вам всем рекомендую именно этот тренинг изучить. Почему? На этом тренинге я полностью раскрыл всю информацию по цифрам. И все, что я показывал, я показывал, смотрите, я показывал все цифры, основываясь на доходе одного человека от 10 до 20 долларов. Смотрите, я не пишу 30, я не пишу 50, я не пишу 100. Я пишу те цифры, которые может зарабатывать человек, подключив 1 терабайт своего жесткого диска и плюс добавив к этому терабайту немножко процессора или немного видеокарты. Это понятно, что я говорю, друзья? Да. Подключает человек свой жесткий диск и добавляет что-то из того, что может майнить его ноутбук, обычный ноутбук. Что это, ребята, даст? Это даст, смотрите, какую возможность. Это дает возможность, что если человек, как обычно, вот вы сейчас проводите со мной, мы сейчас в скайпе с вами общаемся, представьте себе, что у вас идет майнинг на жестком диске. Вы выделили какую-то часть вашего жесткого. Вот вы выделили, и он майнит. При этом нагрузка на процессор не идет. При этом не идет загрузка видеокарты, если вы включили только жесткий. Просто, как обычно, работает компьютер, так и будет работать ваш жесткий диск. Это понятно? Отлично. Да, вот в этом и есть преимущество. Даже если человек будет зарабатывать на нем 5 долларов в месяц, обычно, как обычно, вот ничего не меняя, не перегружая ноутбук, не перегружая компьютер. Или, когда он уходит, он включает по максимуму жесткий и по максимуму включает там видеокарту. Вот, например, и работает компьютер, как обычно, 8, 10, 12 часов в сутки, как у людей бывает. Ну, как обычно, правильно? Юра, для блондинок, жесткий диск, он есть и на ноутбуках, и на стационарных компьютерах? Виктория, жесткий диск – это ваш HDD, это то, на чем хранится вся информация, есть везде. То есть на ноутбуках тоже мы можем на жестком языке? Мы можем манить, короче, да, это винчестер, прошу прощения, это винчестер, Виктория. Наш винт, ну, как бы то, что есть на винт, ну, везде. У некоторых людей есть винчестер переносной, то бишь, те люди, как бы, купили себе дополнительно, как бы, ну, в магазине купили себе вот такую огромную флешку на полка 500 гигабайт, да, или, как бы, купили, как бы, ее на 1 терабайт, ну, такие специальные, как бы, ну, блин. Я вам пока покажу, короче, что такое винчестер, да, как это выглядит. И можно купить, можно купить переносной, купить в магазине себе дополнительный, его подключить к компьютеру или ноутбуку по внешнему шнуру и запустить, его разбить на майне, и на нем тоже майнить дополнительно, понимаете, можно, как бы, ну, докупить себе и, как бы, зарабатывать будет. А в пределах какой суммы можно докупить, ну, сколько он стоит, может? Сейчас скажу. Жесткий диск стоит по-разному, 1 терабайт может стоить 350 гривен, 400, 2 терабайта 500, там у них разница, чем больше терабайт, тем не в 2 раза умножается сумма, а там буквально в разделе со 100 гривен. Так, а с 1 терабайта он до 15-20 долларов может зарабатывать? 15 до 25, но в среднем пусть это будет 15, но пусть это будет меньше, но гарантированно, вот я люблю, когда цифры обоснованы. Нет, 2 терабайта 1000 гривен не стоит вов, он стоит значительно ниже, это сильно большая сумма, ты написал. 3 терабайта стоит 1000 гривен, 4 терабайта стоит 1000 гривен, но не 2, 2 терабайта, смотря какой фирмы, фирмы же разные бывают. Некоторые люди покупают бушные жесткие диски себе, которые не сильно, человек просто себе решил купить больше, он продает почти новый. И ты продает за бесценок, поэтому можно найти и просто приобрести себе его, установить по майнингу, чтобы он занимался только именно этой темой. Поняли, ребят? Поэтому просто говорю, что на данном этапе можно будет подключать жесткий диск с видеокартой и в среднем, работая точно так же, как обычно, человек сможет в месяц зарабатывать около 10, 12, 15 долларов. Это именно как раз те цифры, которые я вам разрисовал на тренинге. И вы можете пересмотреть. Все. Что это даст? Это даст то, ради чего мы людей приглашали. Это даст рекрутинговый механизм, даст возможность людям приходить в большом количестве. Единственный момент, что нужно до этого нам сделать? Нам нужно подготовить каждого из вас, начиная с сегодняшнего дня, надо будет постепенно подготавливать информацию, которую должен получить новичок и запуститься. Потому что вот я увидел все моменты, которые нужно доработать в компании, и все вот эти бока они сейчас постепенно исправляют, потому что вот сейчас будет такая фишка на сайте. Вы сможете связываться полностью со всей вашей структурой, которая находится в вашей, ну как в команде. Вот у меня, например, больше 7 тысяч человек в структуре. Я могу связаться сейчас только с первой линией. А вот я задавал вопрос, а как связаться со второй, с третьей, с пятой? Как мне им написать письма? Такой функции не было. Сейчас, по моему требованию, эта функция сейчас появляется. И можно будет связываться, будет немного переделана генеалогия, и можно будет видеть тем, кто подписан. Это раз. Во-вторых, у нас сейчас в большом количестве и по структурам пошли покупать доли. Сейчас я каждому из вас очень сильно рекомендую. Спасибо. Потому что, если я был сначала настроен только на бесплатный продукт, сейчас я уже покупаю себе облачный майник. Я покупал, купил уже 5 долей потренироваться, посмотреть. И сейчас буду докупать еще 11, чтобы купить 16, чтобы можно было открыть все 5 уровней. Ну, поняли картинку. Как это выглядит? 25 долларов стоит 1 доля. Она приносит в среднем от 5 до 20% в месяц по доходности. От той суммы, которую вы инвестируете, на которую вы покупаете оборудование у компании, компания приносит вам прибыль от 5 до 20% в месяц. И все эти деньги обоснованные, это не какой-то непонятно куда вложены деньги. Это по факту. Вот я знаю, куда вкладываются деньги, как это работает. Потому что, ну, как бы, мой партнер по бизнесу, как бы, ну, у него хорошие две видеокарты. Одна видеокарта приносит ему в день 70 центов. Вторая видеокарта полтора долларов в день приносит. И если бы, вот, например, мой партнер захотел бы сдать свою видеокарту в аренду. Вот, например, Владислав Астафьев вот говорит, «Знаешь, Саша, а вот я можно ли арендую, можно ли выкуплю у тебя твою видеокарту? Ты на ней будешь майнить? А я хочу, собирай себе часть, например, от дохода 15% это твои деньги, а 85% я хочу получать себе. Как тебе такой вариант?» Задает Владислав там Саша. Саша говорит, да без базара. Саша платит 100 долларов, и на 100 долларов, как бы, как бы, карта, например, стоит 100 баксов, идет какой-то доход ежедневный. Ежедневно собираются монеты, эти монеты обмениваются на бирже, и потом чистая прибыль делится по процентам. 15 забирает себе Саша, как владелец, например, ну, как бы, у кого есть эта видеокарта. А Владислав получает процент, 85% от суммы дохода. Друзья, вы понимаете, как вот, я вам сейчас объяснила, как работает облачный майнить, вам понятно? – Это понятно. – Юра, у меня единственный вопрос. Вот тебе лично я верю. Вот лично тебе, как человеку, я верю, потому что, ну, я вижу, как ты ведешь бизнес. Но я не знаю тех людей, которые, ну, то есть, я не уверена, что ты на 100% гарантируешь, скажем так, что они покупают. – Виктория, вот именно поэтому у нас есть некоторые изменения, которые будут с понедельника. В понедельник я буду связывать каждого из моих лидеров с руководством компании напрямую, и мы будем беседовать. Вы будете беседовать, и вы будете видеть полностью всю работу компании, как ее вижу я. Для чего я это делаю? Потому что я в компанию верю. Я верю в то, что то, что делается, ну, имея вот сумму в 50 тысяч долларов сейчас, я могу сделать биток сам. Все. Я могу ее сам слепить. Вот могу взять и сделать. Имея, как бы, те наработки, имея тех партнеров, с которыми я сейчас работаю. Все. Поэтому, если я могу это сделать сам, то, ну, то, что делает компания, я же, наверное, понимаю, понимаете, ребят. Ну, Вик, вот смотри, я понимаю, как работает компания. Я могу ее сам сделать. Единственный момент, я не хочу в это ввязываться, потому что очень много головняка будет. Ну, потому что, ну, многому нужно будет времени тратить, а я бы не хотел, мне комфортнее работать, чтобы кто-то за меня делал работу, а я выполнял рекрутинг, занимался рекрутингом. Понимаешь, Вик? Угу. Поэтому я, ну, я понимаю, как это работает, ребят. Я понимаю, вот как они делают вот это, как они делают это, как они делают это. Потому что я общаюсь полностью напрямую со всеми программистами, со всей лидерской тусовкой, с хозяином компании, с его партнерами, чуть ли не с его сантехником. Ну, все, все, конечно. Ну, вот для того, чтобы мне, моей команде рекомендовать покупать доли, мне не хватает уверенности именно вот в тех людях, в которых ты уверен уже, допустим. Да. Вот поэтому я это все буду менять с понедельника. Каждый из вас может пообщаться напрямую и даже не один раз. Вы сможете, как бы, задавать все вопросы, увидеть, как это все работает и убедиться, что это, ну, что это правда. У моего спонсора за две недели было куплено 2,5 тысячи долей. На сумму порядка 60 тысяч долларов уже прокупили. И доход, который он будет получать, ну, довольно-таки приятный, еженедельный. Я сказал, ну, как бы, я настоял, чтобы доход был теперь каждую неделю. Углачный майнинг работает так. Вы покупаете доли вот сегодня, неделю идет покупка на эти деньги оборудования. В течение вот этой недели это оборудование устанавливается. Потом еще одна неделя проходит, собирается уже, вы зарабатываете на вторую неделю уже деньги. И начиная с третьей недели вам выплачивается за предыдущую неделю доход и так будет понедельно. Сейчас определяется по какой один день в неделю будет выплаты идти. И выплаты будут идти вот таким образом. Независимо от того, в какой день человек купил доли, в каждый, например, четверг эти деньги будут выплачиваться. Он купил в среду, все равно по четвергам будут выплаты идти. Это понятно, друзья? Какой процент? Да, это понятно. Какой процент? От 5 до 15, от 5 до 20 в месяц. В месяц. В месяц. А какой период? Два года. Два года. То есть, тело платежа, оно не возвращается процентами? Оно не возвращается, но здесь, могу вам сказать, друзья, так, даже не если, как только биткоин будет подниматься еще выше, чем сейчас, поэтому вы видели на форуме, мы специально вам будем выставлять графики, которые обновляются каждые 3 минуты, графики по курсу биткоина. Там можно будет это просматривать. Я думаю, как бы наш форум вместе с вашими усилиями и с нашими мы сделаем идеальный. Там будет вся информация по самой скоростной... Чем выше растет биткоин и чем выше растет наша монета, которую мы майним, тем больше наш доход. Почему? Объясняю. Как работает вообще компания, чтобы вы просто понимали. Мы все майним на один кошелек. С жесткими дисками по-другому, поэтому их не запустили раньше. Мы майним все на один кошелек. Компания берет монету, например, Monero, которую мы майним процессом. Эту монету она обменивает на биткоин. Она ее не продает сразу за деньги, она ее обменивает на биткоин. Она по самому низкому курсу, который на данный момент, в течение сегодняшнего или завтрашнего дня падает. Например, сегодня биткоин... Вот сейчас я могу зайти на форум. Вы можете теперь это делать точно так же, как и я. Вы заходите на наш форум, обновляете страничку. Берете и обновляете страничку. Попробуйте это сделать. И вы видите, что на данный момент биткоин стоит 344 доллара 94 цента. Ровно полчаса назад биткоин стоил 340 долларов 21 цент. На 4 доллара поднялся биткоин за полчаса. И точно так же он может упасть за полчаса вниз, понимаете? Поэтому компания смотрит на самый низкий курс биткоина на данный момент, в сегодняшний день, обменивает эту монету на биткоин, а продает по самому высокому курсу, который был в данный момент. Это понятно, друзья? Да, да, это понятно, это очень здорово, конечно. На поле такой возможности нет. Люди мне задают вопрос, а почему не на поле, там же доход выше. Я говорю, друзья, выше, да. Не надо платить компании 15% от нашего дохода, не надо. Не надо платить 10% на рефералку. 25% компания, ну, с вашего дохода просто убирает. Или 30%, да. Но, в отличие от пола, мы не собираем монету, мы не регистрируемся на бирже. И за какие-то копейки, ну, нафиг нам за 10 долларов сидеть целый день и ждать, когда нужно обменять, когда нужно заплатить там. Я не вижу смысла, это глупо. Я лучше заплачу 30% компаний, которая часть из них пойдет на рефералку, но компания мне даст наличную. Вот почему мне биток понравился. Аналогичных компаний нет. Кто бы ни что не говорил, компании, где платят настоящие деньги, обоснованные, пусть маленькие, но реальные, и чем грамотнее сейчас работают, тем больше будет доход. Я таких компаний, правда, не видел, ребят, честно. Ну, поэтому я здесь вот полтора месяца нахожусь, осознанно, с принятым конкретным решением, я строю здесь бизнес. И у меня уже пошли, правда, покупать доли люди. Купили немного, где-то около 40 долей, было куплено за неделю, но, ребят, честно, уже приятно. Я просто знаю, что два года подряд эти доли мне будут приносить каждую неделю пассивный доход. Поэтому я сейчас, для того, чтобы вы убедились, вы будете видеть всю полностью работу компании. Но нужно обвестись к этому серьезно, вы сможете задавать любые вопросы. Также вы сможете, как бы, общаться с руководством, как и я. Но это делается только для лидеров. Я не буду туда пускать тех людей, которые просто решили поиграться. Играться здесь не надо, или работать, или не работать. Но вы будете уверены, и вам купить доли будет вообще не проблема. Вы сможете их приобрести себе и сможете порекомендовать вашим партнерам. Почему в этом есть преимущество? Не у каждого человека компьютер будет подходить для майнинга. Ну, например, есть у меня партнеры, у которых на жестком диске, всего лишь 200 гигабайт свободного пространства. Все. Это очень маленький доход. Ну, реально, там мизер. Но человек говорит, хочу зарабатывать, хочу каких-то денег. Я ему говорю, дружище, без проблем, возьми себе хотя бы 4 доли на 100 долларов, или там 2 доли, получай деньги вместо своего компьютера, плюс приглашай людей и на бесплатную программу, у кого компьютер подходящий, плюс приглашай людей на доли, первую, вторую линию себе. Это тебе даст возможность заработать сейчас каких-то денег и докупить до 16 или там 20 долей и зарабатывать самостоятельно хорошую сумму денег, плюс реферальные программы с 5 уровней тоже довольно-таки большие. На тренинге, друзья, вот на том, который я вам скинул сейчас в чат, есть полностью обоснованные цифры, какие можно заработать по первому продукту и по второму, по облачному майнингу. Я рекомендую вам всем обратить внимание на эти два продукта и их запустить. Пока запускают жесткий диск, вы можете убедиться в правомерности компании и уже продвигать облачный майнинг. Это даст вам деньги уже сейчас. Ровно через две недели вы сможете уже получать деньги с ваших долей, а также с долей ваших партнеров. Стабильно, понедельно и в ближайшее время, я думаю, с декабря месяца, вы сможете все деньги выводить на карточку, которая идет напрямую в компанию. Как карточка компании, вы сможете деньги получать, как вот, например, в Сетинбоксе. Я сегодня сделал заказ, у меня есть люди, которые в Сетинбоксе, я был до биткар там зарегистрирован, у меня есть несколько человек, которые там просто работают, им это нравится, делают какие-то продажи и есть карточка компании. Ты на карточку деньги выводишь, деньги туда в течение суток двое падают, и ты их выводишь, все. Вот приблизительно вот в битке будет то же самое. Честно, вот мне нравится одно выражение – тише едешь, дальше будешь. Поэтому я осознанно понимаю, что все, что делается в битке, пусть медленно, не так, как я хотел, однако я вижу, что все равно прогресс налицо, он есть. Вот такие дела. Поэтому первые два продукта, они рабочие. Второй работает, ну, сто процентов, вот именно облачный майнинг, потому что тут, ну, ничего сверхъестественного нет. Первый продукт будет качественно работать, когда будет жесткий диск. Я думаю, это буквально в течение недели-полторы, когда они тестирование на нескольких жестких дисках пройдут, мы будем запускать уже 90% всех ноутбуков и компьютеров, которые сейчас есть в нашем обиходе. Но для этого, друзья, вам нужно уже сейчас оповестить всю свою структуру, восстановить тех людей, которые являются лидерами ваших команд, и вывести их на меня. Объясняю. У вас есть люди, которые сейчас, которые планировали работать или которые работают, но пока еще, ну, вот точно так же, как в свое время вы были в неведении, с ними нужно пообщаться. Выведите их на меня, поговорим, сделаем трехсторонний разговор, я как бы пообщаюсь с ними и, вполне возможно, часть из этих людей мы добавим в этот чат. И у нас, я думаю, встречи будут практически каждый день. Моя задача какая? Начиная с понедельника, когда будет тестирование уже по жестким дискам, как бы с вами полностью спланировать стратегию работы, чтобы вы могли выводить людей на меня, как бы мы будем с людьми общаться по поводу первого и второго продукта. Нам нужно будет сделать видеоролики по тому, как правильно запустить видеокарту, как правильно сделать там все действия пошагово. Для чего? Представьте себе ситуацию. Человек приходит с холодного рынка к вам. Вы с человеком не связывались. Вот что делать? Ну, по факту. Вот что делать, как связаться с человеком, как дать ему пошаговый план действий? Вы же понимаете, что есть определенные сложности, если у вас не подготовлена информация. Я правильно говорю? Конечно. Поэтому сейчас наша задача как бы прописать пошаговый план действий, подготовить видео и текстовую информацию, и чтобы человек после регистрации сразу ее получал, чтобы ему было легко настроить видеокарту, чтобы ему легко было как бы полностью сделать диагностику своего компьютера, узнать, какие данные есть и будет ли подходить его компьютер на ту или иную сторону. Или может он будет просто майнить на своем компьютере, или, например, человек там не может, можно ждать жесткий диск, или человек будет просто работать с долями. Ну, нам нужно вот эту информацию каждому человеку просто преподносить, чтобы облегчить его работу. Вот то, что я, друзья, сейчас вижу. Так, эту информацию я вам сказал. Что я вам еще рекомендую? Я рекомендую каждому из вас уже сегодня зарегистрироваться на форуме. И на форуме, друзья, есть вверху такой раздел, называется «Информация от лидеров». Зарегистрируйтесь, мы сделаем вас модераторами, и вы сможете там и оставлять информацию о вас. Какую? Какие-то советы по бизнесу. Выставляйте туда ваши рекомендации вообще по интернет-бизнесу. Выставляйте туда ваши видеоролики. И вам будет легче направлять людей, новичков, сразу же в раздел, где вы оставляете людям какие-то личные рекомендации. Таким образом, вы приучаете людей заходить на форум. На форуме люди стабильно будут получать какую-то поддержку, помощь и ответы на вопросы. А также там будете вы. Они будут видеть ваши рекомендации. Они будут видеть мои рекомендации. Они будут видеть рекомендации других видеров. Таким образом, вы же прекрасно понимаете, насколько это будет помогать вашим партнерам. Какой вариант вам подходит, друзья? Да, хороший вариант. Снимет загрузку с нас большую. Очень сильно снимет. Виктория, поверьте, друзья, я вам всем рекомендую. У вас есть видеорекомендации? Вы их скидываете в чаты. А не легче ли приучить человека заходить на форум? И, кстати, Виктория, форум монетизированный. Объясняю. Все видеоролики, которые проигрываются на форуме, они засчитываются просмотры и просмотры рекламы. Я ж не просто так его сделал. У меня ж тоже видеоканалы есть, они тоже монетизированы. Я тоже заинтересован в том, чтобы присмотр моих видеороликов засчитывался в этом. Поэтому свободно делайте это, тоже будет давать. И там будут просматривать даже посторонние люди. Поэтому я форум размножаю в интернете. Поэтому это все вы можете использовать конкретно сейчас, друзья, для вашей работы. Я вам это все очень рекомендую, это будет вам всем помогать. Напишите ваши посты, напишите рекомендации по бизнесу. Виктория, у вас замечательно есть видео по тому, как правильно работать в интернете. Я его смотрел, сюда вы давали три рекомендации. Я с огромным удовольствием просмотрел и как бы оттуда взял какие-то наработки лично для себя. Супер. Этот видеоролик, который будет на форуме, очень сильно будет помогать и вашим партнерам, и моим партнерам. В общей команде. Это супер. Поэтому, друзья, вы делайте то же самое. Запишите видеоролики, как настроить канал по YouTube. Залейте туда его. Супер, все. Люди снимут нагрузку. Поэтому, смотрите, на данном этапе компания постепенно делает все то, что обещала. Медленнее, еще раз говорю, чем хотелось бы. Ну, намного медленнее. Но она делает постепенно, запускается сейчас. Должны сегодня запустить еще одну серию видеокарт по Radeon. В понедельник запускают следующую серию. И в ближайшее время все необходимые серии, которые могут майнить, будут запущены. Со следующей недели жесткий диск. Облачный майнинг работает уже сейчас. Я им пользуюсь. Я бы не вкладывал даже 20 долларов, 25, если бы я не был уверен, что это работает. Я бы никому не рекомендовал. Это не Telex Free, это не какие-то другие темы. Это именно осознанные реальные цифры, которые есть здесь. Поэтому с понедельника вы будете общаться с руководством. Вы будете видеть видеоролики, какое оборудование вы покупаете. Этим сейчас мы занимаемся, чтобы компания сняла видеоролики напрямую с их дата-центра. Это понятно, ребята? Да, это как раз то, что нужно. С понедельника мы снимаем видеоролики по выводу средств, чтобы вы видели, как это и чего. А мой спонсор, да, заработал 4 тысячи долларов за месяц конкретно в Ютке. Это правда. Это не прикол. Я знаю, как он это делал. У него в основном продажа именно в долей происходила и продажа вот этих вот пакетов, которые еще запускаются только с декабря. По факту пакеты уже рабочие, только там нет этого, нет пока еще. Ну, как это выглядит? Продукт готов, но он некоторые функции в себе не несет. Мне просто, знаешь, как Виктория, как бы попросили, можно ли покупать пакеты, которые будут с декабря месяца. Я говорю, ребята, можно, но вы пока монету не получите, потому что ее пока нет, она будет в декабре. Вы не получите пассивный доход, он будет только с декабря месяца, ну, по пакетам, которые мы объявляли. Я думаю, вы помните какие? Нет, не помню. Хорошо, тогда вам нужно еще один, один вам скинуть еще одну информацию для вас, друзья. Сейчас, секунду. Тогда вам нужно посмотреть, тогда вам нужно посмотреть, сейчас, секундочку. Сейчас, ребят, посекунду. Знаете прямо, все показываете, продукты показываете. Сейчас, ребят, вот. Вот конкретно по пакетам, если я не ошибаюсь, на этом вебинаре есть все три продукта. Ребят, Виктория, как бы, есть у нас еще один продукт, на тренинг, на вебинаре он присутствует. Этот, на вебинаре, как бы, там есть информация, что он в себе несет, какие три продукта внутри. И, ну, как бы, там есть и пассивный доход, там есть и новая монета, которая сейчас будет у нас, реальная монета нашей компании, которую мы сможем торговать на бирже уже сами. И там будет еще и очень серьезное обучение, которое будет внутри пакета входить. И, получается, там будет десятиуровневая реферальная система, и при каждой продаже пакета, их четыре пакета, человек получает наличку сразу, которую он может сразу же в этот же день вывести в десяти уровнях. Во-вторых, человек будет получать дополнительный облачный майнинг, потому что часть пакета идет на него, и будет получать дополнительные курсы. На этих курсах человек сможет полностью обучиться даже тому, как работать на бирже по криптовалюте с годами. Специальные есть роботы, которые, если их правильно настроить, то ты можешь, ну, как бы, запустить их, они будут самостоятельно за тебя выполнять определенную работу, и эта работа будет тебе ежедневно приносить наличку. А эту информацию я, когда объявили по поводу трейдинга, по поводу именно работы с роботами, я начал искать эту информацию самостоятельно в интернете. И когда я читал, что люди об этом знают, но те, кто зарабатывают этим методом, они не делятся этой информацией. Ну, это как бы закрытая информация. У нас в компании будут закрытые тренинги, на которых будет полностью от Аду я рассказывать, как это все делается. И вот это все есть в пакетах, поэтому изучите третий наш продукт. Мой спонсор просто начал его уже сейчас продвигать, у него есть люди, которые являются инвесторами, которые сказали, да без базара, нам уже сейчас интересно его продавать, а мы с декабря хорошо получим на руки продукт. Но я сказал, мне этот вариант не устраивает, я хочу уже готовый продукт его продвигать. Но он уже на этом даже заработал денег. Ну, короче, он заработал и на первом, и на втором продукте еще и на третьем. Вы можете делать, как вам заблагоразумится, это ваше право. Но деньги есть, поэтому с понедельника вы будете видеть, как они выводятся видеороликами. Вы эти видеоролики сможете залить себе на каналы и показывать тем людям, с которыми вы уже работаете. Хотите денег, друзья, быстрее? Что для этого нужно сделать? Мне необходимо знать, какое количество денег вы хотели бы зарабатывать ежемесячно. Реально сумму. Когда вы мне ее напишите, можете написать в чат, можете написать мне в личку. Мы с вами индивидуально спланируем план действий по шагу, и сейчас мы уже этого не сделаем, уже поздновато. Мы, думаю, уже с понедельника у вас будет план работы, какое количество людей должно быть у вас в первой линии, во второй, в третьей, в четвертой, в пятой на каждом из продуктов. Когда у вас это будет, вы сможете самостоятельно, самой или сами четко спланировать, ну, если это сделаем. Что вам нужно делать каждый день, чтобы выполнить эту работу? Такой вариант, ребята, вас устраивает? Да, вон ты, Юра. А у тебя времени хватит на всех? Да. У меня есть работа, которая, ну, как бы, есть, ну, план, как-то сказать, есть наработка, которую я буду использовать с понедельника. Просто нет моего еще одного спикера, он меня разгрузит. Потом я обучу каждого из вас делать механизм, который мы использовали, когда я работал в FFI и в Телексе. И он позволил мне сделать очень, ну, мне и моей команде, всем моим партнерам, которые работали по нашему механизму, работать с, ну, с тысячными структурами и при этом делать это одновременно. При этом каждый из них делал практическую работу. Просто сейчас у нас возможность такая тоже есть. Вот, ребята, включите, пожалуйста, камеру, у кого она работает. Я вам сейчас, Виктория, покажу, как я это делаю. Как мы работаем с ребятами. У кого камера есть, ребята, включайте. Не стесняйтесь, все свои. Ребят, пробуйте включать или нет? По-моему, потом молчок какой-то, не люблю, когда молчат. Коля, Рома, Наталья, Вова, Владислав, Людмила, Ратигор. Если камера работает, пробуйте включить. У меня пока не работает. А у кого еще работает, у кого нет? У меня тоже наушников нет. А наушники зачем тут? Камера? И камера тоже. Теперь смотрите, друзья. У меня к вам очень серьезное наставление. Постарайтесь, пожалуйста, найти возможность найти камеру. Ваню, Вера, подожди. Очень у вас большая просьба. Смотрите, вот я вам расскажу, как я работаю. Я вам сегодня в чат скину бывшую скрытую информацию, которую я писал. Называется «Система». Как мы работали? Вик, смотри, как мы работаем, друзья. У каждого человека, вот у меня есть Skype Premium. Или у кого-то есть Skype Premium. Skype Premium позволяет в чате одновременно общаться десятерым людям, спикер и еще девять человек. И при этом общаться, слышать друг друга и еще и видеть друг друга. Это понятно, ребята? Да, понятно. Слышать и видеть друг друга. Что это дает? Это дает, вот смотрите, я умею делать телефонные звонки. Я умею звонить. Я знаю, как правильно человека пригласить на встречу. Кто-то не умеет, кто-то умеет это делать. Вот я умею. Я даю видео и пишу вам с вами вместе текст, как правильно делать телефонный звонок. Вы все его при мне пишите, вы его учите. И на следующий день вы его выучиваете. И я разбиваю вас по парам. Один человек звонит. Второй якобы звонит. Второй человек отвечает на телефонный разговор. Потом мы меняемся. Первый день мы практикуем друг на друге. Мы делаем телефонные звонки, выговариваемся. На следующий день каждый человек, предположим, подготавливает списочек людей и договаривается с этими людьми, например, с 5 до 6, когда у нас будет проходить время. Будет договариваться уже с людьми, что он им позвонит в 5 часов и что есть определенный разговор. Есть разговор, но не говорит о чем. Вика, понимаешь, что я говорю сейчас? Да. Что происходит? В 5 часов, например, Вова, ты увидишь, как это выглядит, это очень легко, но оно помогает, просто колоссально помогает. Вова звонит человеку, мы все его видим, он берет мобильный телефон и делает телефонный звонок. Одевает один наушник в ухо, а второй снимает и прикладывает мобильный. Получается, Вова при нас делает звонок по схеме, которую он уже отработал голосом, делает приглашение человека в Skype. Потом звонит второму, третьему, четвертому. Если я вижу, что разговор идет неправильно, я корректирую сразу при его разговоре, корректирую его слова. И он их меняет сразу же. Таким образом я делаю с Вовой, с Колей, с Ромой, с тобой, с Акибором, с Людмилой, с Владиславом. Я вас обучаю. Делать правильно звонки. До какого предела? Когда вы делаете это вот легко, и каждый человек, каждый первый говорит, мне это интересно. Вика, понимаешь, как мы это делаем? Да. Таким образом, обучив одну команду из десяти человек, у каждого из вас есть своя команда, свои чаты. Вы собираете таким образом свои десять человек, которые уже в чате есть, и делаете ту же схему. В этом чате я присутствую, и на первых порах я вашу, вашу первую спикерскую команду помогаю откорректировать их работу. Вы сами с ними работаете, если что-то не так, я корректирую и показываю, как делать правильно. Таким образом, вы обучаете свою первую линию, они обучают свою. И таким образом, когда вы обучили ваших партнеров делать элементарные тренинги в прямом эфире, когда друг другу обязательно нужно видеть друг друга и слышать. Почему? Потому что многие люди, как бы, мимикой неправильно даже разговаривают по телефону. Или они не звонят вообще, или еще что-то выдумывают. И когда я работаю лицом к лицу, я таким образом могу сделать очень много коррекций, которые вы выучите сами. И вот именно этот подход что делает? Смотри, ребят, смотрите, получается, что каждый из вас по-разному разговаривает. И у каждого из вас по телефону будут абсолютно разные ситуации. Когда вы услышите 50 абсолютно разных ситуаций и как их правильно разрулить, вы, когда звоните сами, эти ситуации знаете, как разрулить. Если бы я работал индивидуально с каждым из вас, и мне нужно было по 30 минут каждому из вас доносить одну и ту же информацию, можно было бы застрелиться. Так было раньше. Когда мы ввели вот этот механизм работа в чате 9 на 1, один человек работает, как бы обучая каждого из присутствующих. И каждый человек на практике звонит, учится, слушает, учится, практикуется, слушает, подсказывает и учится. Таким образом скорость роста увеличилась, ну, процентов на 300, если не на все тысячи. Поверьте, это работает. И вот я таким образом обучаю, обучал партнеров, и у меня товарообороты очень сильно подскакивали мгновенно. За неделю можно обучить новичка. Представьте себе, за неделю обучить новичка, разговаривать по телефону и не бояться. За сколько это будет? За сколько это поможет в работе? Как вы считаете, ребята? Да, хорошо. Отлично. Те, кто к нам на тренинги приезжали, они это знают. Поэтому это было неоднократно показано на нашем городе, на наших больших мероприятиях. Вот, поэтому этот момент есть, мы его сейчас начинаем применять, уже все готово. Задача просто запустить. Задача вам сформировать вашу команду, выявить сейчас лидеров и дать возможность мне с ними переговорить. С вами мы полностью выработаем. Вот Вика говорит, я хочу 30 тысяч долларов, тысячу долларов в день, предположим. Ну, я не знаю, просто я знаю, сколько тебе надо, предположим. Потому что меня тоже такие цифры интересуют и вышли. Поэтому я прописываю, какое количество людей, партнеров в 1, 2, 3, 4, 5 или 5, потому что у меня эти все графики есть. И мы просто это выполняем. Если мне, например, Поля пишет, тысячу долларов в месяц, или там 10 тысяч, там, хочу, да, мы прописываем, сколько партнеров должно быть в структуре, у кого какие должны быть проплаты, и у кого какие должны быть компьютеры. И Поля это выполняет. Я правильно говорю, Николай? Да. Да. То же самое с Владиславом. Владислав, какая сумма интересует? Да чем больше, тем лучше. Вот эта сумма, если человек так вам говорит, значит, он денег не заработает. Нет суммы, нет, так честно, если без компаса, мы никуда не придем. А если мы говорим конкретно сумма, которая нужна, мы под эту сумму конкретно подстраиваемся. Нет такой суммы, чем больше, тем лучше. Прости, пожалуйста, но конкретно, какая сумма интересует? Реальность, основанная. Ну а число, тысячу долларов, тысячу долларов для начала хотим? Тысячу долларов. Тысячу долларов, когда без проблем, мне тоже в личку прописываешь, я тебе вместе с тобой пропишу в пяти урок, в пяти линиях, какая должна быть структура, и мы это все делаем. По тому количеству людей, которые у меня есть, по моим графикам, как только сейчас запустятся все мои пять линий, то сумма денег будет, ну, хорошая, очень. Как переспят все и завтра решат, кому сколько надо денег? Еще раз, Наталья, не понял. Я говорю, сейчас мы все переспим, и завтра все определим. Да, поэтому, друзья, это очень важно, какая сумма большая. Сейчас все задача запустить. Еще раз говорю, друзья, сейчас в кабинетах будет возможность видеть людей, и кто купил доли, и какое количество на уровнях купленных долей. Понимаете, друзья? Да. Что это даст? Это даст возможность вам конкретно связываться с людьми и говорить, я вам сейчас рекомендую изучить весь материал. Ребят, меня, кстати, видно или не видно? У тебя зависла камера. Отлично видно. Нет, хорошо, хорошо. Я, например, Викторию не вижу, да. Я сейчас еще раз отпущу. Сейчас видно? Видно было в начале и сразу. Сейчас. Обновляется камера. На данный момент... Я тебя вижу, Юра. Отлично. Поедет, начинающий, одна проблема. Почти ни у кого не подходит на бесплатное, ни онфомайнингу, ни процессор не подходит, потому что 32-битные, ни в видеокарта не подходит. Кто-то подсидел, 64-битные сделал с дополнением 32-битных. И идет все равно. А, Наталья, смотрите, абсолютно... А, Наталья, смотрите, абсолютно... А, Наталья, вот сейчас мы все две партнерши делали, ну, начало все, начал майнить все. Астерски вцепился и все. А, Наталья, простите, я сейчас вам... Я сейчас скажу, смотрите, вы правильно говорите. Вот сейчас отвечу на некоторые ваши вопросы. С этим я сталкиваюсь. И знаете, чем больше я с этим сталкивалась, я понимаю, как это решить. Угу. Как это решается, друзья? Вот поэтому, когда мы с вами начинали беседу, я сказал, что для того, чтобы человек, как новичок, пришел и сразу мог получить ответы на любой вопрос. Для этого мы сейчас начинаем писать видеоролики. Я этим не занимался. Потому что я, как и Виктория, как и другие, ждал каких-то ответов, какой-то последовательности, какого-то понимания и запуска тех продуктов, которые сейчас уже есть. По поводу того, что вы сказали. Пытались, давно шли. Шли потихоньку вместе с компанией, там, с всеми преобразованиями, дополнениями. Все равно шли, регистрировались, пытались, преобразовывались, там, все на свете делали. Просто дело в том, что всем нужно писать, если кто-то хочет на майнинге зарабатывать. К тому, значит, нужно менять свой компьютер, получать. Но не у каждого это далеко. Николай, простите. Я сейчас отвечу. Вы не против? Я отвечу. Во-первых, жесткий майнинг на жестком диске доступен абсолютно любой системе. Даже 32-битной. Поэтому здесь проблемы не будет. Вы уже сказали. Но специалисты, вот как многие программисты мне говорят, жесткий диск у вас сносится моментально, и вы останетесь без компьютера. Простите, кто вам такую глупость сказал? Ну, вот так. Да, видимо, я же в этом... Мы как вы... Наталья, простите, это все глупость, это неправильно. Просто нужно будет где-то около... Ну, очень где-то, ну, наверное, сутки компьютер оставить, и он будет... Часть вашего жесткого диска, часть, будет разбивать на определенные плоты. Блокировать, так вот, например, вы их разбили, он будет их дробить. Это долгосрочный процесс. Это может быть 10 часов, 12, 24 часа может происходить. Он будет разделять ваш жесткий диск на определенные плоты. И как только он их разделит, если вы захотите, вы можете их стереть. И все. И будете пользоваться жестким диском. Все. Он никак не сносится. Вы молодые люди, мужчины в основном, как-то очень глубоко проникаетесь в эти все технические тонкости, все эти начинки компьютерные. Давайте я вам скажу так. У меня есть мой... Наш командный бренд. Командный. Он называется Профи Групп. Когда... Я считаю так. Если человек хочет запустить какой-то бизнес, он должен, как только приходит в какую-то тему, разобраться в ней максимально досконально. Вы согласны со мной? Конечно, конечно. Я полный ноль полтора месяца назад у криптовалюты. Я знал, что такое биткоин. И то я даже не понимал, как это работает. Ну, с биткоинами тоже, да? Но я об этом... Я об этом даже не знал. И за эти полтора месяца, знаете, что я делал? Я связывался со всеми людьми, которые немножко в этом разбираются. И читал литературу, смотрел видеоролики, общался со спонсором. Пока не понял, как это работает. Это не зависит... Есть люди намного умнее меня в этом плане. Ну, у меня просто... Я просто понимаю, чтобы кому-то что-то предложить, ты должен в этом разобраться. Поэтому, Наталья, то, что вы сейчас все ваши проблемки, вы собираете в курсе, прописываете, вместе со мной обсуждаете. Мы на каждый вопрос, вы получаете ответы, постепенно становитесь профессионалами. Я правильно говорю? Юра, мы благодаря тому, что мы сейчас знакомы с вами и общаемся часто, у нас проблемы очень сильно к нулю стали сводиться. Потому что до этого мы пришли же как новички. У нас вообще был сайт такой был, что все менялось, менялось. Сейчас мы уже проникаемся... Наталья, могу вам сказать так. Все вопросы по поводу настройки компьютера будут решены очень быстро. У вас будет полностью вся техническая база, текстовая, видео, фотографии. И для этого мне нужна помощь каждого из вас, кто сейчас здесь, и помощь ваших партнеров. Вы должны сделать это вместе. Вы поддержите меня в этом начинании, друзья? Ну конечно. Потому что мы все пришли зарабатывать. Как мы это можем сделать? Мы это можем сделать каким образом? Каждый из вас эксперт в чем-то. Нам необходимо просто сейчас в первую очередь собрать команды людей. Есть люди, которые играются экспертами по настройке. Эти эксперты на форуме зальют всю одноводную. Как это сделать? Как работать с тем... Вот мы все это сделаем. Например, кто-то в чем-то лучше разбирается. Он даст этот кусочек. Кто-то в этом лучше даст этот. И когда будет вся информация, как настроить Касперского. Как его туда-туда-туда определить. Как запустить 32-битный майнинг на жестком диске. Мы это все сделаем. Почему? Чем проще, тем лучше. Вот я основываюсь так. Я верю в компанию. Я верю в эту тему. Я понимаю, что это работает. Задача просто все настроить как можно легче. Все. Поэтому любые вопросы пишите мне и давайте их вместе решим. Я это указая буду, я готов вам помогать. Потому что один я, я один. Если мы в команде, мы силы. По-настоящему. Мы увольная сила. Реально. Это огромная глыба, которую никто не сломает. Любому. То есть это механизм. Если пауки объединяются, то завалят мамонта. Да. Поэтому мы будем делать, мы будем зарабатывать. Мы зарабатываем все вместе деньги. И еще раз говорю. Тише едешь, дальше будешь. Но это будет гарантировано. Я хочу гарантии. Я вижу, что это возможно. Поэтому с понедельника, как я и сказал. Вы сможете пообщаться с руководством. Чтобы вы могли рекомендовать вашим партнерам. Без страха облачный майнинг. Я его рекомендую вам. Потому что я его себе купил. Мы на него уже тоже давно, как говорится, уже напланировали. Просто что нужна была. Уверенность. Чтобы все было. Ребят, еще раз говорю. Я вам дам возможность в этом убедиться самим. Потому что я в этом убедился. Я еще, понимаете, я просто общаюсь. Ну, маленький такой вариант секрета скажу. Я общаюсь с людьми, которые делают сайт. Я знаю все товарообороты моих спонсоров. Они мне даже об этом не говорят. Но я знаю. Вы знаете, мы не столько сомневаемся, что компания... Я просто знаю откуда, куда, кто. Ну, и вот просто мы подружились мы с ребятами. И мне эту информацию говорят. Что это мне дает? Это дает мне какую-то уверенность. Когда вы знаете вот все подводные камни. И вы понимаете, на что есть смысл ориентироваться, на что нет. Вот и все. Вот я просто вам это... Я вам просто дам возможность в этом убедиться самостоятельно. Облачный майнинг. Это удобно. Потому что любой может себе его за 25 долларов позволить. Хотя бы по чуть-чуть. Делал одну, вторую. Пригласил одного человека, второго, третьего. Постепенно идет... Вот разрастается вот эта вот вся возможность. Если у вас капает сумма денег, чтобы докупить себе облачный майнинг. Еще докупить, еще. И тоже делают ваши партлеры. И вы выходите на нормальную сумму денег. Вот это на 30 долларов в день. Я думаю, что это очень даже хорошие деньги, которые хотелось бы каждую неделю там выводить. 300. Я думаю, что Юра выдает все эти видео. От и до. Когда будет намного проще, еще проще каждого привыкать. Они вот уже, знаете, они как... Им будет просто наглядно, как букварь. Ребят, ну, понимаете, к этому нужно было прийти ко всему. Я просто работаю, как и многие вот ребята, которые в чате. Работают уже 11 лет в МЛ-ом бизнесе. И мы с супругой делаем всегда все досконально. Если мы делаем, делаем по максимуму. Ну, в этом плане у вас еще что-то. Если вы, друзья, видите, вы видите, я с вами ничего не даю. Я не пытаюсь вас с вами манипулировать. Я вас не замерю. Я просто говорю то, что думаю сам. Вот поэтому я вам и пришли. Потому что мы видим вас. Поэтому спасибо большое, что ждете. Спасибо большое, что советуете. Спасибо, что вы в команде остаетесь. Просто я прошу, давайте вместе все сделаем. Моя задача какая? Сделать так, чтобы вы стабильно получали деньги и выводили их свободно. А наша задача все подготовить для новичков и дать им пошаговую инструкцию, какие компьютеры нужны. Как запустить видеокарту. Как сделать все, вот по максимуму. Как запустить жесткий диск. Я готов от себя максимально все делать. Поэтому, друзья, просьба. Мне нужны цифры, какие вы, вашего дохода, сколько вы хотите зарабатывать. В понедельник у вас будут цифры по людям, у кого сколько долей нужно, у кого какие компьютеры. Я вам это все помогу оформить. Ваша задача сформируйте по моим двум тренингам, по сегодняшним и по тренингу по среде. Настройте, пожалуйста, ваши социальные сети. Прошу вас, сделайте следующее. И, пожалуйста, у вас у каждого человека, сколько у вас в первой линии людей? Напишите мне сейчас. В чате быстренько. В первой линии какое количество людей? Я начинающий. Это год, год, неделю. У меня еще только восемь человек. Во второй двадцать две. Ребята, восемь человек – это круто. Я тот год, год, неделю. Знаете, Наталья, знаете, почему круто это? Знаете, почему круто восемь человек? Потому что вы уже лидер. Вы смогли пригласить восемь человек. Многие люди не могут даже телефон поднять. У них руки не поднимают. Они не могут иметь. На второй линии у меня уже два человека. Они вот так вот. Они берут, они не поднимают. Поэтому вы смогли пригласить. А раз вы пригласили, вы уже лидер. Факт. Я уваживаю. Напишите, друзья, все, пожалуйста, сколько в первой линии. Ну, видите, как невозможно. Ну, супер, конечно. Они работают больше уже. Раньше пришли. Похоже на больше времени. Уже прилично. Ну, и фишем дальше, друзья. У нас еще упаковочку тоже, да. Тогда мы еще лучше драком. Который будет пополняться намного быстрее. И людям легче будет все объяснить. А то... Ну, почему лично я сама сижу вообще... Вот и у меня, друзья. Мне вот так выглядит картинка. У вас есть сколько? Вы, ведь, у вас 7000. Нет, у меня в первой линии 391 человек. Ну, просто у вас много. Прилично отрубка. Что-что? Прилично отрубка. Ну, да. Виктория, это у тебя в первой линии 331? Ну, да. Ну, да. Если я правильно понимаю. Вот рефералов на уровне 1. 331. Звездочку. Вот вторую нажимаю. 628. Ну, первая линия, ты, конечно, меня подсчитала. Это какая-то сумма. Надо чуть-чуть совсем. Короче, друзья, а что нужно сделать? Смотрите, как я работаю периодически. Я пишу в блоге информацию. Задача какая? Связаться с первой линией, со второй или с третьей. Выявите, пожалуйста, людей, которые планируют строить бизнес серьезно. И, пожалуйста, дайте возможность мне с ними переговорить. Нам нужно сформировать вот этот чат. В этом чате мы будем каждый день практически проводить правильные тренинги. Обучим всех партнеров, чтобы они могли работать без вашего участия. Каждый из вас, мы спланируем с вашими, мы спланируем с людьми, как им нужно выйти на те деньги, которые я спланирую с вами, а вы этот механизм передадите дальше. И мы выполним просто план работы. Как по карте. Нужно идти сюда, сюда, сюда. Сегодня вот это сделать вот это. Завтра сделать вот это. Послезавтра вот это. Что? Я не люблю Волгию. Я хочу... Вот, сказал, сделал, получил. Все. Я готов как бы в этом плане вам помогать. Выполните максимально это все для своих людей. Они будут делать, параллельно растет структура. Каждый зарабатывает. Ребят, спасибо большое за внимание. Пожалуйста. Сегодняшний тренинг выложу, положу. И еще. Очень большая просьба. Перестаньте дрыхнуть в чат. Простите, что говорю так. Давайте немножечко, как бы, ну, что-нибудь прописывать. Не вводу какую-нибудь, какие-то рекомендации, что-то еще. Ну, немножко добавляйте людей в чаты. Общайтесь. Ну, как бы, нам нужно немножечко людей всколыхнуть, как это было в начале. Я знаю, что сложно. Знаете, как это выглядит? Вот уже напоследок я скажу одну штуку, одну такую мини-историю, которую я всегда привожу для своих людей. Знаете, как все произошло? Представьте себе, что компания Биток – это возможность, которая может позволить реализовать вашу цель, вашу мечту, предположим. У каждого она своя собственная. У кого-то это купить машину, у кого-то путешествие, у кого-то пассивный доход имеет постоянный, да? Вот представьте себе, что ваша мечта – это какая-то определенная сумма денег, вот сумма денег, предмой есть, которая позволила бы вам выполнить какие-то действия, реализовать вашу мечту. Представьте себе вот машину легковую, например, «Шевроле Лачете», да, вот «Шевроле Лачете» стоит. В этой «Шевроле Лачете» находится эта сумма денег. И вам дается задание протолкать этот автомобиль на протяжении одного километра. И если вы это сделаете, то все те деньги, которые находятся в этом автомобиле, вы можете получить. Только единственный момент, когда вы ее толкаете, могут быть и горка, и ухабины, и ямки какие-то. Что происходит в самом начале? Вы начинаете его толкать в машину, и сначала это очень сложно, это не просто сложно, это очень сложно, это реально сложно. Но чем быстрее вы машину толкаете, тем она ускоряет скорость, и пройдет какой-то момент, когда вы можете одним пальцем ее вести, и она будет ехать. Я правильно говорю? Да, да. Да. Если горки высокой не попадется… А теперь смотрите, что произойдет, если машина остановилась на горке? Вы перестали ее толкать, как сейчас и произошло. Что происходит? Ну, единственный момент, все те преграды, которые есть на этом одном километре, можно будет преодолеть любой человек, кто начинает толкать машину. Фишка в чем? Фишка в чем? Сейчас машина расстановилась, и ее нужно заново растолкать. Заново. А заново толкать намного сложнее, чем в самом начале. Единственный момент – это все возможно. И самое важное, чтобы мы все это поняли и запустились. Я, как спонсор, готов вам помочь. Задача – давайте объединим усилия и сделаем это все вместе. Если будет от вас идти инициатива, результат будет вот такой. Все. Поэтому, друзья, спасибо вам большое за сегодняшнее, как бы, общение. Готовимся к понедельнику, пожалуйста. Мне нужны цифры, людей в чат. Желательно, чтобы перед тем, как добавили этот чек, собирался со мной. Желательно его еще на меня вывести. Мы переговорим. И тогда точно так же я спланирую с вами цифры. Вы спланируете с вашими партнерами, и результат будет однозначно стопроцентно гарантирован. И изучите облачный манер. Я в него влюбился очень сильно, потому что он дает какую-то стабильность. Два года стабильности. Первый продукт – это рекрутинка и тоже очень крутые доходы с жестким диском. Второй продукт – это стабильность, гарантированность и на протяжении двух лет постоянный приток денег. Окей? Все, друзья, до скорой встречи. Жесткий диск у нас когда запускается, Юр, еще раз. Виктория, на следующей неделе я вам даже напишу еще раз то, что написал руководитель в чате для… Сейчас объясню. Он написал в чате только для программистов, в том чате, где находятся все основные люди. Я как бы готова начать опять толкать машину, когда будет реально жесткий диск запущен, тогда у меня будет основание. Сейчас людей дернуть, что все запущено на всех. 64-е, там 32-е, все могут манить бесплатно. Вот. Тогда можно уже говорить о долях. Хорошо. Это я прекрасно этот момент понимаю. Юра, а если… Какова техническая сторона вот этого вот майнинга? Компьютер, ему нужно какое-то время отключать его, чтобы он оставался, перегревался. По поводу жесткого диска, там не будет проблемы по поводу майнинга. Не будет, да? То есть, тогда не обязательно стремится отключаться? Там очень-то установить будет сложно, а проблемы не будет. То есть, он будет работать, пока я работаю, допустим, с 8 утра и до 5 утра следующее, потом можно его отключать, да? Или не взять? Да, конечно. Просто там будет немножко как бы легче… Можно техническая сторона, как вы говорите, вы нам всем поможете и все запустить и настроить. Да. Рекомендации дадите. Сейчас, секунду, ребят. Вот, есть. В среду тестово будут проводить подключение людей на майнинге. В общем, это кружку президента Симоника. Это именно по жесткому диску. Понятно, ребят? Да, все. Окей. Все, друзья, до связи. Хорошего настроения. Удачи вам. Всем пока. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok